МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Часто возникает вопрос, что священники делают на сцене. Они, по идее, должны молиться в храме, в теле у себя, в квартире. Зачем они берут руки к гитару? Время не ждет, ускоряется час. Но беру твои руки в ладони и чувствую нас. Ответ очень прост, потому как Христос и апостолам заповедовал. Идите, научите все языцы, крестящие во имя Отца и Сына Святого Духа. То есть он и сам никогда не сидел, но удалялся на молитву лишь. И апостолам заповедовал то же самое. И, соответственно, и нам, священникам, необходимо идти в мир, проповедовать Слово Божие через песню. Вместо икон нас страшным судом будут судить зеркала. В 80-е эти слова Александра Башлачева для многих молодых людей стали откровением. Я обычный парень, не на чем вы посмотрите. Я такой же как молод, я такой же как... Именно поэтому 13-летнему Ярославу, который родился и вырос в Киеве, в обыкновенной советской семье, очень хотелось подражать нашим рок-музыкантам. Взрослее, конечно, как и, наверное, всем молодым людям, мне хотелось как-то самовыразиться. В то время еще популярны были Виктор Цой. Ну, он, наверное, бессмертен для молодого поколения, наверное, все его будут слушать, вот. Потому как эта музыка революционная. Хотелось подражать. И вот впервые взял гитару в руки, ее мне подарил дядя. Все свободное время с другом, так мы несколько лет подряд занимались вот дома игрой на гитаре. С одной стороны, бесцельно прожитые молодые годы, потому как ничего не приобрел в духовном плане. С другой стороны, выработалась такая позиция искания какого-то смысла в жизни. Так начался очень непростой период взросления, поисков смысла жизни, своего пути. Хотя почти все песни говорили о главном, о жизни, о смерти. Музыка помогла заполнить душевную пустоту, но не наполнила духовно. И вот Господь, дабы о духе своем я также задумался, я тяжело заболел однажды. Болезнь проистекала несколько лет, 6 лет, и вот под конец врачи уже не брались лечить. Когда все безнадежно, и жизнь может оборваться в любой момент, человек хватается за все без разбора. Ярослав стал ходить к целителям. Конечно, меня бросало очень сильно в разные стороны. Единственное, Господь миловал, я не увлекался черной магией. Но, тем не менее, сатана все равно коснулся, задел мою душу, не только тело, но и душу, потому что во мне зародились многие страсти, которые я буду еще в течение жизни искоренять очень долго. И не знаю, смогу ли я с ними справиться в полной мере. Все грехи, которые человек допускает, все зло, которое человек допускает, основное, за которое потом расплачивается всю жизнь, это грехи юности нашей. В юности блуд, гордыня, вся она зарождается в этом самовыражении, в самовыделении каком-то. Я, я. Стала интересовать философия. Ее преподавали в налоговой академии, в которую поступил Ярослав. Но и этого оказалось недостаточно. Тогда он обратился к эзотерике. Искал во всевозможных журналах, вот этих дешевых каких-то газетках, книжках, брошюрах, значит, о потусторонней жизни, о тех же экстрасенсах, о неземных цивилизациях и так далее. Влез в эти сети очень крепко. Попался, вляпался в эту лужу грязную, потому что в голове потом в итоге образовалась каша, полная каша. было непонятно, кто, в кого я верую, что из себя представляет церковь, что такое секты, кто прав, кто виноват. Но, в конце концов, Господь открыл мне очи, я понял, куда надо идти, куда обращаться за помощью. Полностью решил предаться в руки Божьей. Почему? Потому что оставалось жить буквально там несколько месяцев. Врачи больше мне не давали. Такой ходячий труп, он приполз, можно сказать, в последний момент уже к Богу, обойдя большое количество целителей этих несчастных, которые себя губят и души других людей губят. Приполз к Богу на коленях, прося прощения, осознавая уже, конечно, почитав, какие грехи бывают, насколько это страшно, уйти в тот мир иной, оброшен в грехах, в этой корости. И была первая исповедь, длинная очень. Родные переживали, за что же тебе такая болезнь? Ярослав после исповеди ответил, за грехи. Они сетовали, ну какие в твои годы могут быть грехи? Верил в Бога, но не верил в церковь. Тоже, это грех очень страшный, не верить в церковь, потому что церковь основана самим Христом, самим Богом. Нельзя верить в Бога, но не доверять церкви. А я не доверял, это грех большой. Мало того, мне казалось, что это все театрализованные действия, что это... То есть совершенно понятия не было, что священники, они так это... Маскарад такой у них, понимаешь. То есть грехов очень много, получается, против священства согрешал такими мыслями. И вот так как люди творческие со мной учились, там целый музыкальный коллектив был при Академии, один из парней, увидев мое стремление к поиску смысла жизни, сказал, так тебе в семинарию надо идти, что ты здесь делаешь? Ярослав познакомился с преподавателем Духовной Академии при Киево-Печерской лавре. Этот чудесный период в своей жизни он не забудет никогда. Была весна, май. Отец Андрей тогда впервые открыл ему христианские истины. С этого момента я полностью отсек от себя всех этих знахарей, лжецелителей, всевозможных магов, белых, черных, зеленых, всех. Моя болезнь стала проходить. Произошло чудо. Господь, мы читаем в Евангелии, исцелил прокаженного, слепого. Это кажется невозможным, потому что такие чудеса, возьми сейчас слепого и давай-ка молебны служить над ним, чтобы он прозрел. Надо веру такую иметь. Не поверишь никогда. То есть это только человеку, который уже уверовал в Бога крепко, тот может поверить в то, что Христос действительно мог одним словом исцелить слепого. Вот так и со мной такое чудо произошло. Считаю, эта милость Божия очень большая. Господь дал мне после этого еще возможность немножко пожить, немножко порадоваться жизни. Прошел год, полностью изменивший жизнь. Ярослав стал семинаристом. Это было очень непростое испытание. Завал все эти экзамены, ничего еще не зная, ни что такое тропарни, литургия, вообще ни понятия никаких не было. В голове каша, опять же, уже церковная была. Все это, теория, теория, практики мало. Ну, Господь милости все потом разложил по полочкам. Вначале меня благословил петь на клиросе отец Андрей, потом в алтарь взял, а потом я уже женился. Это следующая история. Настал час, когда Господь, не просто так, а Господь, послал мне человека, как потом оказалось, родственного душой и более того, мою вторую половину. И, конечно, без чудес здесь не обошлось. Когда всего себя предаешь в руки Божьей, то тогда, конечно, уже здесь место чуду есть. И Господь познакомил нас с женой как-то, не странно, но в монастыре. Причем, я не был послушником монастыря, она не была послушницей. Все было гораздо проще. Оксана из Можайска, как выяснилось. У них танцевальный коллектив, она его руководитель. Просто обменялись электронными адресами. После чего по интернету началась такая переписка. И вот таким образом мы как-то узнавали друг друга. И потом выяснилось, что родные души прям понимаем с полуслова. Всего мы виделись 23 дня. Это так, вживую, не считая писем. 23 дня это, конечно, мало. Уже жить отдельно было просто невозможно. Душа разрывалась. Невозможно было уже и дня друг без друга. Через год меня руку положили. Решили жить в Можайске. Сейчас мы проводим фестиваль братья, которые Оксана главный инициатор организовала. Международный православный молодежный фестиваль и деорганизация фестиваля в том, чтобы молодежь православная с разных уголков Руси нашей, необъятной, приехала в одно место. потому что она настолько разрознена, настолько разбросана по храмам, что часто они даже не знают, а есть ли в соседнем храме молодежь или нет. Таким образом происходит объединение этой молодежи. Объединение. В первую очередь духовное. Ну и, конечно, замысел в том, чтобы ребята не просто познакомились, чтобы многие укрепились в вере, глядя на то, что есть молодые ребята православные. Это не театр, это не игра, это действительно общение между собой, общение с Богом в молитве. Здесь все правда, все истина. Ну, обращаясь к тем схептикам, которые считают, что чудес не бывает, хочу сказать, что чудеса есть. Чудес много, они каждый день. Первое чудо это то, что мы живем, и потом уже день за днем эти чудеса творятся, надо просто их видеть. выдох. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...